шалом братья и сестры божьих благословений вам всем и пусть огонь духа святого наполняет вас сегодня идет второй день молитвы кто молится за города слава богу чувствуется очень большой прорыв молитве и лично меня благословенный руаха кодыш дух святой ведет утром вчера молился вообще сегодня до утра молился немного поспал дух святой опять поднял и идет непрекращающаяся молитва киндера на креды их слава тебе господь и дух святой побуждает меня поделиться тема ведением тем откровением которым я двигаюсь очень много уже лет ну для господа это очень мало но для нас это много уже более десяти лет даже побольше где-то с 2000 до где-то с 2003 года поделиться и дух святой чувствуется сильное помазание я сейчас сам пребываю молитве и святой говорит что это помазание на молитву как начну высвобождать то что будет дух святой давать свидетельствовать начнет сходить кто будет принимать еще больше помазание на молитву вкратце немного за свидетельству я когда-то рассказывал но сегодня дух святой меня побуждает как бы раскрыть эту тему глубже в 2003 году когда я покаялся более так осознанно все очищение был еще все впереди через полгода я был крещен духом святым и со мной начали происходить определенные вещи у меня было я сам до сих пор не могу понять нет я понимаю в духе сердце что это господь но для плоти как бы это все необъяснимые вещи непонятные у меня все время у меня появилась после того как я особенно получил крещение духом святым жажда молиться еще полгода оно прошло где-то как я покаялся и я ну по его милости мог уже молиться по пять часов по 7 конкретно на языках были случаи когда шла молитва за людей помню молился за одну девушку которая был похмельный синдром долго молился и он ну она была в запове несколько недель и ну правильно происходили как сейчас помню вещи но определенно бог действовал она встала начала звать своих родных чтобы они ее накормили и полностью но без всяких капельниц лекарств она просто сверхъестественно вышла из запоя но это уже другой разговор я работал первый год когда покаялся охранял кафе и магазин меня взяли туда без всяких документов потому что начальник там был этих кафе и магазина бывший сотрудник гаи там майор или капитан я уже не помню и он меня взял без документов зная как бы характеристики моего прошлого для меня это тоже было как бы дивно и моем распоряжении ночью когда я хранял это кафе и магазин была вся техника там магнитофон диски я мог слушать поклонение целыми ночами и молиться и еще тогда прямо в этом кафе меня бог крестил ночью духом святым излияние было очень сильно я кричал почти сутки громко сильно молился меня всего наполняла и большинство ночей в этом кафе я стал проводить молитвы на языках дух святой вел меня по-своему насколько мне на но то время было открыто очищал меня очищение у меня было очень сильно она и продолжается она не остановится пока месть мы не будем будем верить забраны господу очищение наше будет продолжаться всю жизнь потому что господь любит нас если бы он нас очистил за несколько секунд мы вы просто не выдержали мы бы умерли я сейчас говорю не о смертных грехах вы понимаете о чем я говорю но первоначальной стадии когда человек только кается если у него идет возвращение каким-либо смертным грехам бог все равно являет свою милость и чистить человека если сердце человека для этого открыта крещение духом святым и молитва на иных языках на небесных языках это это самое настоящее божье чудотворение это это ну оружие оружие очень сильно когда вы молитесь духом вы молитесь вы молитесь не по воле своей сам дух святой внутри ходатайствует у вас молитвы бывают разные я например научился понимать бог научил меня когда я молюсь просто ходатайствую когда я просто молюсь иногда могут течь просто как господь дал такой даром могут течь язык но могут течь стихи на иных языках я могу просто встать и говорите они будут лица лица потоком песни бывают многие из вас поют я знаю дух святой дает многим петь во время молитв на языках и хочу поделиться таким как бы ведением с вами внутренним откровением что молитва на языках она приносит очень большой плод и сейчас мое обращение конкретно к тем кто крещен уже духом святым кто молится на языках хотите узнать если у вас полное посвящение господу или нет или есть у вас какие-либо внутренние проблемы от которых вам надо освободиться или вам что-то еще мешает это очень просто проверить вот бывают я читаю не хочу как бы на этом концентрировать внимание захожу на канал свой или на канал моей жены олечки или на канал пророческая его ведет владимир георгиевича гейкин он в липецке живет старец наш благословенный пусть господь сильно его благословит пусть господь сильно благословит моего папу роменского вячеслава который есть также участник нашего служения которые много вносят лепты в это служение невидимо вы знаете что есть в служениях различных люди которые невидимы для всех остальных и они трудятся очень сильно и они через них действует реальная помощь через их молитвы через их другие благословения и господь знает этих людей и эти люди очень благословенные также у нас служение есть такие люди которые невидимы для всех слава богу за нашего брата андрея алипова чуть-чуть как бы удалился от темы нам господь с ольгой дал помощников настоящих помощников служения и если он благоволит то если будет дальше распространять служение чтобы он еще пополнял наше служение теми людьми которые будут от него и вы можете проверить свое посвящение очень легко если вы молитесь на языках войдите свою тайную комнату выберите себе день время как у вас вас будет побуждение в духе святом и начните просто молиться на языках я сейчас вам буду говорить серьезные вещи может для кого-то это покажется чем-то таким неудобовразумительным но это твердая пища это для тех кто ищет твердой пищи кто хочет расти если вы мало вообще молились когда-либо начните хотя бы с часа потом поднимайтесь выше и выше у вас получится начните молиться по пять часов по семь восемь девять десять часов если у кого-то хватит сил молитесь сутки у кого-то еще больше хватит сил молитесь двое суток не прекращая дух святой бывает меня я просто свидетельствую сейчас о его славе у меня были определенные отделения посты он разрешал мне кушать потому что когда молишься ходатайственными молитвами очень тяжело вообще не есть если ты долго молишься последний раз у меня была длительная молитва это вся слава господу и сейчас свидетельство его славе когда в течение почти сорока суток я молился от 16 до 18 часов в день он меня так вел это происходит сверхъестественно и в это время когда ты молишься ходатайствуешь он и назидает самого тебя и он очищает тебя от всего того от всех тех примесей которые внутри тебя не от него он начинает заполнять тебя своими своими откровениями своим голосом он говорит к тебе прямо и чутко когда ты пребываешь в этих длительных молитвах и я говорю вам у кого есть жажда начните молиться и посвящение проверяется очень просто если у вас есть какие-либо сильные проблемы и когда вы начнете молиться я не знаю каждого она может срабатывать по-разному 5 часов 10 у кого-то это может произойти на двадцатом часу молитвы если есть очень сильные проблемы то появится нечистота знаете можно назвать такой определенный блокпост духовном мире стоит без на блокпосту ты молишься молишься а он тебя не пропускает потому что у тебя внутри есть определенные какие-то сильные проблемы и они начинают скрываться без и начинают нервничать что ты молишься они видят что ты хотят как хочешь прорваться и они стоят на этом блокпосту и не пропускают тебя и тут уже конечно же благословенный руаха кодыш дух святой он будет тебе конкретно показывать проблемы он будет сам тебе открывать твои проблемы от чего тебе надо отрекаться и тогда все бесы отойдут и ты будешь дальше молиться победоносной молитве победоносном прорыве начните молиться о самих себе вот есть люди как я там немного остановился не хотелось на этом сильно концентрировать внимание но дело не в этом вот пишет там негативные комментарии ответ очень простой приезжайте если благословить дух святой слава ему встанем в отдельном помещении в отдельной комнате или в лесу у нас здесь леса вот так и начнем молиться на языках просто я вам говорю придет дух святой и он обличит виноватого перед этим можно просто сказать дух святой обличи виноватого или кому надо покаяться и он это сделает если у вас есть внутренние проблемы если вы такой герой кажущийся там какой-то такой духовный супер герой там освободитель или еще там кто-либо вы слышите о чем я говорю кто ищет господа тут понимают о чем я говорю то вы долго просто не выдержите в такой молитве вот эта тьма которая заполняет вас она начнет выходить наружу бывает тьма такая сильно засекреченная она может выйти вообще через несколько суток если вы будете молиться каждый день это уже другой разговор и ваше посвящение провериться очень сильно легко и можно просто как бы плюнуть сказать так столько молиться где писание говорит некоторые говорят пишет а где по писанию или что-либо еще писание говорит нам непрестанно молитесь если вы пошли конкретно за господом ваш путь должен постоянно пребывать в молитве в постах и то в постах не под законничеством а в тех постах на которые будет благословлять вас дух святой и насколько сил у вас у самих хватит поститься чтобы не было причинено вреда вашему здоровью или какого-либо урона потому что у каждого свой организм никогда не слушайте учителей я не побоюсь сказать самозваных учителей которые говорят вам ешь вот это или ешь вот это запомните у каждого свой организм мой организм может принимать сыворотку больших количествах а у ближней у сестры или у брата они не могут пить у них начинается совсем другое выделение газообразное там или все другое понимаете о чем я говорю вы должны иметь каждый личные взаимоотношения со святым духом чтобы наполняться им наполняться им и для этого я призываю многих из вас тем ведением тем откровением которое давно мне дал господь ходатайственно или просто назидательная молитва длительная на языках она приносит очень сильно большой плод вы просто почувствуете взрыв взрыв в вашем духовном хождении за господом вам начнут открываться новые горизонты вас никто не будет учить что у вас начнется новый сезон там или много тысячи выражений вы будете двигаться в господи я помню на моем небольшом жизненном пути верующего были различные люди учителя тот говорил так тот говорил так были люди которых я конкретно слушался определенный период времени но я вам хочу сказать если вы лично не будете переживать личных взаимоотношений с господом а будете постоянно только слушать что вам кто-то что-то говорит это назидательно слушать бог действует через тело да и аминь но каждый из нас бог ревнитель он должен иметь личные взаимоотношения с творцом и он будет давать вам тех людей с кем вы должны двигаться в одном духе в единстве я призываю многих из вас кто сейчас смотрит это видео у кого есть прием начните молиться на языках я говорю не просто такими молитв очками уделяйте время а поверьте даже если у вас есть работа и все остальное время всегда можно найти если ты даже начнешь молиться каждый день по часу или по два часа в день в твоей жизни начнут приходить плоды плоды от духа святого вы начнете сами их чувствовать дух святой будет сильнее и сильнее обличать вас и назидать вас и вы будете понимать от чего вам надо освобождаться вы будете вкушать вы будете есть плоды духа святого кротость воздержание и так далее вы сами их знаете все что описано в галатах наша жизнь должна основываться на плодах святого духа а молитва длительно на иных языках это плоды духа святого это наша кротость и воздержание перед господом это наше долготерпение это наша радость это то что мы будем исполнять его заповеди который сам нам сказал непрестанно молитесь и еще очень одна важная я был ее даже назвал заповедью сам еще он нам сказал царствие небесное усилием берется и и употребляющие усилия что делает восхищает его через длительные молитвы вы употребляете усилия вы входите в сферы вы входите в сферы духовного мира где сам дух святой будет вам давать развлечение и где он может прийти внезапно и посетить вас видением откровением пророчеством будут приходить сверхъестественные ответы на ваши молитвы даже если вы молитесь 23 года и вы не получили ответ на какую-либо молитву вы потом начнете слышать или бог просто будет говорить что это не от него и будет обрезать вас я призываю народ божий к единству в духе святом а единство в духе святом очень сильно приходит через состояние длительных молитв на языках этого бесценного дара который дает нам господь это бесценный дар ему нет цены просто мы тогда молимся по воле отца есть говорят тут молятся там сатанисты на их языках и все и все и все и все по плодам видно будет кто в тебе живет кто тебя назидает и кто тебя обличает враг не будет тебя назидать и враг не будет тебя обличать и показывать от чего тебе надо отреться запомните это те кто из вас еще не крещен духом святом но жаждет это взывайте и кричите в небеса значит есть определенные твердыни если долго долгое время вы не получаете крещение святым духом есть какие-то твердыни и я вам говорю что бог воскресе с духом святым он это обещал если вы будучи злые имеете даяние благие давать детям вашим и так далее так далее многие из вас хорошо знают писания но как это не печально есть люди которые просто знают писание точнее букву но это евангелие внутри них не ожило если вы хотите чтобы евангелие сила святого всего письма жила внутри вас молитесь на языках когда читаете слово молитесь на языках про себя вслух вы будете видеть как бог вас начинает сверхъестественно назидать он дал для чего-то этот дар это один из сильнейших даров духа святого который обещал нам господь еще одна очень важная характеристика даров духа святого сам ешуа сказал верующие же в меня будут что знаете да изгонять бесов там так далее возлагать руки на больных и будете говорить новыми языками если вас нету хотя бы чего-то одного из того что перечислил еще я уже когда-то об этом говорил то надо задуматься верующий ли я жаждайте бога и он придет кого кто-то достигает высот в спорте бегает по многу там ходит там еще что-то что-то достигайте высот в молитве на иных языках светлая память о человеке которого я когда-то знал был такой человек в киеве сережа чупрына может кто-то из вас знал его или слышал о нем бог через него подымал сильное молитвенное движение там молились по суткам двое-трое шла беспрерывная молитва там неделю но ясно что они как-то менялись я об этом движении услышал когда уже сам как бы но владевал навыками длительных молитв но произошел определенный сбой и как бы система она начала ломать сережу то система в которой он был я когда-то записывал говорил об этом видео но я вам хочу сказать что на украине я сейчас говорю конкретно за украину бог уже подымал такое движение через через этого человека и она стала затухать не стало сереже произошел где-то определенный проигрыш не важно там уже сейчас не будем копаться кто виноват кто не виноват но я просто говорю что светлая память об этом человеке потому что он истинно жаждал бога это был в нем огромный плюс он жаждал и взывал к нему и он призывал народ длительным молитвам и бог хочет опять поднять это движение на украине в других странах независимо на каком континенте или стране вы живете подумайте о том что я сегодня вам говорю в духе святом когда мы начнем вместе собираться или молиться хотя бы на расстоянии начнем там с 5 часовой молитвы там выбирать определенный день сутки двое-трое или по цепочке я вам говорю будет взрыв это не просто собрание где вы пришли на ночную молитву посидели там и ушли господь сейчас я вам говорю сейчас в духе святом призывает людей которые жаждут находиться в полном посвящении вы хотите где-то пробуждение начните это пробуждение себя иногда пробуждение приходит не так как его себе рисуют люди она может прийти через катастрофу через войну через эпидемию или еще через что-либо но господь насадил здесь нас на земле ходатаев не побоюсь сказать бог это неоднократно говорил мне через пророчество и другим людям ходатаев его славы мы призваны нести его славу по этой земле через состояние длительных молитв на иных языках тех молитв там где мы ходатайствуем и молимся по воле божьим по воле божьей будьте благословены друзья кто услышал этот призыв задумайтесь начните это практиковать помолитесь богом и он жаждущим обязательно даст на это время он призовет вас на это я прошу тебя отец небесный ты знаешь все о чем я здесь говорил ты побудил меня духом твоим святым высвободить все то что сейчас было сказано и я прошу тебя и злей огонь твоего святого духа во имя иисуса христа сына твоего сейчас на тех кто будет слышать это слово и будет его принимать и злей силу славу и огонь твоего святого духа на жаждущие сердца прямо сейчас накрой их покрой их господи просто потряси господи от макушки головы до подножия пят посети прямо дух этих людей войди прямо в сердце жаждой жаждой огненной жаждой искать тебя в молитве отче во имя иисуса христа сына твоего сильное присутствие божье сильное помазание пусть она просто сойдет и передаст а также и вам кто жаждет всем пока